здравствуйте в этом году исполняется 70 лет алтайскому краевому союзу писателей россии когда-то писатели и поэтов называли инженерами человеческих душ а кто они теперь и главное где они где не писатели алтайского края где их книги спрашиваешь себя порой заходя в книжный магазин вот на эти и другие провокационные вопросы сегодня будут отвечать мои гости это ответственный секретарь организации анна самойлова и писатель поэт александра малыгина здравствуйте здравствуйте так вы принесли алтайскую литературу это малая или большая часть того что издается в нашем регионе это мизерная часть это то что попалась под горячую руку просто и все на самом деле на полках на наших дома когда заходишь в нижний магазин в обычный то создается впечатление что на самом деле нет перестали издавать наши книги смотришь ленты новостей где-нибудь соцсетях у поэтов и писателей алтайских здесь встреча там что-то еще тут кто-то издался создается странное впечатление от всего этого вот объясните сколько сейчас вообще выходит книг в алтайском крае хотя бы в год каким тиражом что происходит сначала по поводу книжных магазинов так получается что литературе которая издается здесь у нас на алтай авторам совершенно невыгодно работать с книжными магазинами плюс крупные издательства они могут ставить очень невысокую цену ну сравнительно магазины делают свою накрутку и нет смысла совершенно нести туда вот все равно что выйти на улице раздать людям просто так нет тем не менее у нас в магазинах есть практически во всех отдельная полка посвященная местным авторам но она в краеведении она не там где художественная литература тем не менее она существует если у вас есть цель найти алтайского автора в магазине книг вы его найдете все-таки что неужели нельзя даже примерно сказать сколько издается книг это очень сложно потому что если раньше когда было там два издательства на весь алтайский край можно было посчитать и там точную цифру назвать сейчас когда огромное количество маленьких типографий очень много книг издается сам издатом и сказать даже примерно даже оценить хоть как-то вообще нереально автор может быть даже член союза писателей россии он может издать замечательную книгу у него может быть там асбн и ббк все нормально но он издал книгу раздарил или там продал и все и мы можем даже не узнать об этом такой дикий литературный рынок получается подождите разве нельзя в шишковке теоретически можно же до шишковку предоставляется два обязательных экземпляра если ты издаешь книгу даже если это сам издат то есть теоретически в шишковку ну можно да какую-то статистику проследить вот это единственный наверное спуск но это практически невозможно потому что например вот эта книга вряд ли есть в шишковке это вот как раз пример маленького милого сам издата каким тиражом интересно ох я даже не подскажу честно говоря тут даже не указан тираж тем не менее книга есть книга существует и продается скажем так и в узких кругах автор а еще и еще же есть электронные издания да да и это вообще не поддается никакому вот с электронными изданиями так как раз за там проще если автор коммерчески это компьютер там есть счетчик сколько человек зашло сколько прочитала сколько скачала сколько до какого места дочитала там всю статистику можно посмотреть другое дело что мы не можем вот я знаю авторов которые живут и публикуются и продают свои книги в сети но я знаю там вот столько вот столько я не знаю 70 лет назад вот я думаю не могли себе даже в самом фантастическом сне представить то что происходит сейчас да но возвращаясь к истории а вы можете представить что будет через 70 лет я не знаю с восторгом это представлять или с ужасом но в любом случае это будет не то что будет еще такой момент алтайский автор да мы говорим о том сколько издается я вот хочу обратить как раз внимание что издаются алтайский автор они не только на алтае вот эта книга она в петербурге издавалась эта книга издавалась в москве и это не единственные на самом деле примеры поэтому еще и за этот счет за счет этого сложным посчитать сколько и все я лишилась голоса союз в советское время было понятно все было поделено на некие союзы была определенная государственная политика а сейчас зачем он нужен зачем писателю поэту входить вот союз ну это в какой-то степени ну то есть союз позволяет автору защитить как где-то его права помочь ему поддержать где-то там материальную помощь или стипендию для него выхлопотать помочь с продвижением книги где-то помочь с публикацией союз имеет право на представлять какого-то автора на премию номинировать вот то есть тогда союзы нужны другое дело что союзы бывают разные он не один он далеко не один у нас на алтае профессиональных союзов два это союз писателей россии союз российских писателей и ну скажем так некоторое количество коммерческих вот это очень интересно коммерческие союзы ну да вы можете заплатить тысяч 5 рублей чтобы вступить в него вам дадут корочку может быть даже регулярно будут взносы с вас сдирать а взамен а взамен корочка в которой будет написано что вы писатель при том что ну когда вы предположим вступаете в союз писателей россии да там есть определенная процедура и прежде чем вас туда принять сколько бы вы денег не пытались заплатить изучается рукопись и можно пройти либо с через собрали литературный семинар да или семинар либо через собрание деду но в любом случае решает качество рукописи на в коммерческом решает сумма денег то есть чтобы вступить в серьезный союз недостаточно иметь подборку последних публикаций в фейсбуке нет этого вообще не считается к счастью нет все таки а такие организации отслеживают уровень литературы да чтобы чтобы все таки несмотря на то что сейчас царит достаточно такой хаос я имею ввиду те же самые соцсети до которые многие уже считают современной литературой тем не менее здесь следят за определенным литературными все-таки конечно дартами что за то есть человек должен уже обладать некоторым уровнем литературного мастерства для того чтобы стать членом союза писателей то есть членство либо союза писателей россии либо чем союза российских писателей это некоторый уровень мастерства уже совершенно с улицы человек там блогер в соцсетях конечно он не может стать знак качества это знак Просто в порядке 1-2-3 имен. В советское время в каждой домашней библиотечке нашей обязательно было несколько книг местных писателей. Юдалевич, Егоров, Лев Квинн, которые известны достаточно. Имена были определенные. Алтайская литература, вот такие имена. Там тиражи другие были. Там были большие тиражи, и была возможность направить. Система работала так, чтобы во всех библиотеках были эти авторы. А сейчас тиражи небольшие. Шишковку отдаем, обязательные экземпляры. В какие-то другие библиотеки автор может подарить сам. Где подарит, там будет. Где не подарит, там не будет. Поэтому тут сложно. Но то, что выпускается по программе, по конкурсу краевому издательскому, эти книги можно найти практически во всех библиотеках. Пожалуйста, приходите и читайте. Вот, кстати, книга изданная по издательскому. Да здесь, собственно, и вот это, и вон. Вот книги, изданные по издательскому конкурсу, они есть во всех библиотеках. Литературные премии. Они сейчас у нас есть? Местные премии? Есть. Какие, хотя бы на вскидку, да, по названиям, и какую они сейчас имеют силу? Потому что раньше премия, это, ого-го, это премия, да, даже местного уровня. Вот в последнее время у меня такое впечатление, как-то вот это все затихло. Да, ну, ничего не затихло, все равно премии есть. И Шукшинская, и Рождественская, и Мерзликинская премии не продолжают вручаться, и там и другие премии рангом немножечко пониже. Но все равно они есть и вручаются. Просто, может быть, опять же, из-за наполненности информационной, да, из-за информационного шума, просто вы не слышите об этом. Те, кто заинтересованы, они владеют этой информацией, есть все. Ничего никуда не делается, мы живы, работаем. Да, вот мы до эфира общались на эту тему, я сказал, что я в пабликах, которые читаю, я не вижу. Не те паблики читаете. Не те паблики читаете, да. То есть, на самом деле, даже что касается толстайской литературы, достаточно широко вот все это представлено, даже в соцсетях, да? Конечно, конечно, конечно. У нас есть на Фейсбуке блог Алтайской краевой писательской организации «Союз Писателей России». Я там публикую все новости, которые проходят. У нас есть сайт свой, на котором мы тоже публикуем новости. Есть блоги самих писателей, где они делятся своими новостями, делятся конкурсами, победами, публикациями. На сайте Министерства культуры можно найти информацию и о литературных семинарах, и о премиях, и о издательском конкурсе. То есть, все, что касается, там тоже вся эта информация. Кстати, по поводу семинара, в рамках юбилея, он уже юбилей. И в рамках юбилея у нас запланированная большая программа, то есть там много разных событий. Среди прочих будет семинар молодых литераторов, на котором будут очень интересные руководители. И собрание это будет обладать правом приема. То есть, если молодой начинающий автор представит рукописи, и руководители отметят их, что они интересны и заслуживают внимания. И что этот человек уже готов к вступлению в Союз Писателей, семинар может дать рекомендацию. Вообще определенные тренинги, семинары проводятся, да? Конечно. Вот у нас студия работает. При Союзе Писателей есть студия прозы, я веду, и есть студия поэзии. Александра Сергеевна ведет ее. Как молодое подрастающее поколение подает надежды, что будут новые Цветаевы, когда они будут Ахматовые? Я могу сказать, что молодое поколение не очень хочет и не готово работать с текстом. Наверняка будут Ахматовые и Цветаевы, ну или недоахматовые и недоцветаевы. То есть у нас, в принципе, очень много молодых людей, которые пишут, на самом деле много. Где они? Где они все? Не все. Где они? Вот, посмотрите. Вот они, например. Вот они, вот они. Вот молодые. Эта девушка ходит ко мне на студию, Елена Шагака. Она написала роман, участвовала в литературном конкурсе на портале Литмаркет. Получила первое место. Ей издали в подарок книгу. Вот он, молодой автор. Это детская литература? Это детская литература. Тоже моя студийка. Девушка с моей студии. Написала замечательную повесть, подала на издательский конкурс, выиграла. Издали книгу. Вот здесь вот очень много молодых авторов. У меня здесь есть Елизавета Селиванова. Ей 17 лет. Она школьница. И она уже, несмотря на то, что школьница, у нее победы в двух серьезных конкурсах. И публикации есть. То есть и в России, и даже за рубежом. Вот в Республике Беларусь. А в интернете можно зарабатывать? Потому что здесь я не представляю себе, как можно заработать литературным трудом. Ну, я зарабатываю в интернете. Литературным трудом. Люди покупают электронные версии. Люди покупают электронные версии, да, моего романа. И как бы я нормально, я зарабатываю. И у меня есть другие знакомые авторы, которые тоже продают книги. То есть они завязались с издательствами и работают исключительно в интернете. Проще. Не надо связываться со всей этой бумагой, с магазинами, со всеми. Вот она книга. Тут же живой автор, читатель может задать вопросы, что-то обсудить. Вот, это довольно-таки широко распространено сейчас. Я надеюсь, мы кого-то из наших зрителей, молодых или не очень, даже вдохновили. Приходите к нам. Приходите к нам на студии, приходите к нам на мероприятия. Надеюсь, сейчас вот скоро все вот это вот закончится, и у нас мероприятия снова будут, как раньше. Вот, мы рады гостям, с удовольствием поделимся, расскажем о наших книгах, расскажем, где можно купить, если вы хотите там приобрести в подарок, допустим, книгу яркую, интересную, там, детского автора, или там, стихи почитать, или прозу какую-то интересную. Обращайтесь, расскажем. Отлично, возможности масса. Спасибо вам огромное. Поздравляю вас с юбилеем вашей организации. А у нас в гостях были Анна Самойлова, ответственный секретарь Алтайского краевого союза писателей России и поэт Александра Малыгина. Всего доброго. Продолжение следует...